добрый вечер меня зовут альбина и сегодня я хочу вам представить такое предварительное данные которые я пыталась в такую упаковку разместить чтобы это было интересно но я думаю в любом случае это интересно потому что это про казань про нас и первую очередь я хотела бы сказать на основании чего моего выступления моя лекция это исследование которое проводилось совместно с центром молодежных исследований санкт-петербурга вышки это был пилотаж очень быстрый скоростной но для меня очень важный я немножко скажу пару слов про почему мы выбрали эту тему молодые крафт предприниматели если говорить ну использовать русский термин это ремесленничество с точки зрения каких-то статей научных это крафт предпринимательства от слова крафт рукоделия мастерство и так далее молодые предприниматели именно крафт предпринимателя и вообще крафт предприниматель это считается формой про активности про активного поведения что такое про активность это когда люди действуют живут и работают согласно своим глубинным ценностям в условиях неопределенности. То есть сейчас в современном мире они пытаются делать то, что не делали до них. И, конечно, линейные, какие-то прямые стратегии, которые сложились десятилетиями в построении бизнеса, они не то что отрицают, они просто придумывают свое. Крафт-предпринимательство вообще очень разное, особенно молодежное. В фокусе внимания у нас молодежь. Молодежь сама по себе, понятно, активна, интересуется всем, меньше боится, больше готова рисковать и так далее. Почему крафт-предпринимательство и крафт вообще стал популярным? Не только благодаря развитию локального туризма. Люди куда-то едут и хотят что-то привезти, и необязательно сделанное в Китае. И поэтому еще это связано с тем, что у нас развиваются в мире креативные, так называемые креативные индустрии. Это такие определенные, если говорить проще, физические пространства в городе. В основном это переформатированные какие-то городские пространства, которые становятся такими точками притяжения, где люди не только что-то покупают, что-то делают с точки зрения отдыха, но еще коммуницируют. И коммуникация может быть разной, в том числе в рамках крафт-предпринимательства. И крафт – это не просто бизнес, не просто я хочу продать, заработать деньги, стать богаче, ну и как бы тратить эти деньги. Но и это одновременно выстраивание личного, личностного, жизненного проекта. Это очень сильно связано с жизненными ценностями. И наше исследование это показало. Главные компетенции или характеристики крафт-предпринимателей, согласно нашим интервью, 15 интервью мы взяли в городе Казани, это очень совпадает с молодежной стратегией жизни, с стилем молодежной жизни. Это быстро учиться буквально всему. Я бы еще добавила здесь и сейчас, в условиях неопределенности. Готовность учиться всему новому, то есть до тебя этого не делали, это не придумывали. И быть готовым начать сначала. То есть не всегда какой-то крафт-бизнес, он становится успешным. И вообще, исходя из наших интервью, мы поняли, что границы крафт-предпринимательства, они очень аморфные. То есть у кого-то эта стратегия строится, вот хобби, мое любимое дело, и оно стало бизнесом серьезным. И у кого-то после того, как это стало серьезным бизнесом, превращается в хобби. И люди ходят на другую работу, а это осталось как дело души. То есть все может быть по-разному. Основные причины, почему люди приходят, молодые, в это пространство, это прежде всего желание приобрести субъектность. К молодежи вообще в целом во взрослом обществе относятся как к группе людей, которым нужно не только контролировать, но и помогать. Помогать, создавать специальное пространство, где они могут себя реализовывать, помогать показывать какие-то пути, чтобы они нашли себя. Часто молодежь просто хочет быть самостоятельными. То есть они хотят быть субъектными и сами отвечать за свое дело. И иногда им просто ничего не нужно делать, а просто дать возможность все делать самим. И вот здесь вот как раз вы, может, плохо видите, наверное, цитата из одного интервью. Я зачитаю тогда чуть-чуть. Моя активность сейчас заключается в том, что мастерская состоит из нескольких человек, из меня и мужа, муж на подхвате, у него есть основная работа. То есть я делаю все товары, провожу мастер-классы, отвечаю за соцсети, то есть постоянно общаюсь с клиентами. И в условиях нынешней политики я не могу позволить себе какую-то другую ответственность, но на себя она берет именно ответственность за свое дело. И это очень важно, приобретение вот этой субъектности. Еще что существенно отличает этих крафт-предпринимателей, на мой взгляд, это трудолюбие. Люди работают 24 на 7, погружаются. Причем это трудолюбие проявляется еще до того, как они решили организовать крафт-бизнес и продавать что-то, и реализовывать что-то на разных площадках. В основном это интернет-площадки и фестивальные площадки. И что еще отличает характеристика КК – это коммуникация. Не просто сделать, получить от этого кайф, а потом реализовать, а еще постоянная коммуникация с клиентами. Нужна история. История очень важна. То есть история не только с точки зрения, как я пришла к этому делу, как возник этот бренд или крафт-продукт, но еще история коммуникации, общения с клиентами. Но еще что требуется от молодых крафт-предпринимателей, может быть, это для всех молодых предпринимателей свойственно, это, конечно, храбрость, решительность, отсутствие страха перед новым и готовность рисковать. И вот одна из создателей очень известного бизнеса в Казани, Йо-Юл, наверняка вы знаете, Татьяна, вот в одном из своем интервью она сказала, что я за эклектику, эксперимент и отказ от правил. В этом смысле это звучит почти как девиз. Я сосредоточилась на кейсе этнической специфики крафт-предпринимательства. В Санкт-Петербурге этого нет. Это чистая находка Казани, так скажем. За пределы Казани я не выходила. Наверняка есть что-то интересное в набережных челнах, в других местах и так далее. Пока такое у меня название – татарскость. Я не знаю, как это сказать. Если более научно, это этническая специфика, этнический компонент, может быть. И в крафт-бизнесе он в Казани очень очевиден. Есть несколько стратегий, как это выстраивается. Я об этом скажу попозже. Официальный дискурс в Татарстане известен, что это полная толерантность, многообразие и межэтническое согласие. Это очень созвучно тому, что создают крафт-предприниматели, которые татарскость, так называемую, сделали ресурсом для своего бизнеса. В чем проявляется этот этнокультурный компонент и почему это не обязательно связано с национальностью? То есть это не значит, что татарин или татарка решили что-то делать, очевидно, татарское, с какими-то татарскими элементами, и это прочитывают все, что это татарское. То есть это может быть и локальная связь с местом, с конкретным местом, с историей, с культурой. И тут национальная принадлежность уходит на второй план. И поэтому очевидно прочитывается одна мысль – это любовь к малой родине, то есть к конкретному месту. Поэтому здесь локальная идентичность, она очень проявляется. Когда ты особенно берешь интервью, разговариваешь с человеком о моем деле, это очень сильно проявляется вот этот этнический код, который очень тесно связан с локальностью. Есть две стратегии, которые на уровне пилотажного исследования пока выявились. Первая стратегия – это этническую специфику используют в контексте маркетинга. То есть предприниматели могут использовать какое-то татарское слово, написанное латинскими буквами. Вот, например, бренд «Лазет». Я благодаря этому бренду узнала, что «Лазет» – это удовольствие по-татарски. Но написано латинскими буквами. Но в этом и ограничивается этнический компонент. То есть внутри глубокого погружения в какую-то историю, в какую-то татарскую культуру в этих примерах крафт-бизнеса нет. Или там, допустим, Яфрак, например, делает удивительное панно и, например, футболки с какими-то очень молодежными, прикольными, но узнаваемыми не только в Татарстане, но и за пределами Татарстана картинками. Например, «Абау». То есть здесь, если вы не видите, на свитшоте портрет первого президента Татарстана, где написано «Бабай» тоже английскими буквами. Ну и вторая стратегия, она присутствует, и она, мне кажется, более перспективна и становится более выпуклой, так скажем, в пространстве крафт. Это люди видят миссию какую-то, то есть не просто бизнес, а миссию. И вот, например, я брала интервью у девушки, которая создала не просто крафт-продукт, она создала крафт-пространство, школу татарских ремесел, и она в интервью говорила, что она хочет, чтобы молодые поколения имели какой-то опыт, практик вот этих чисто татарских ремесел. То есть она создает пространство, где проводят мастер-классы, где люди молодые, которые никогда не сталкивались, например, с татарской вышивкой или кожаной мозаикой, чтобы они хоть раз попробовали, что это такое, и, возможно, это станет каким-то триггером для того, чтобы больше изучать это. Вот на меня, честно, это мой личный опыт, на меня это очень сильно подействовало. Я брала интервью у девушки, и потом я пришла, естественно, как просто горожанка на этот мастер-класс, и с удивлением обнаружила какой-то ренессанс татарской идентичности внутри себя. Я вспомнила, я ходила на татарскую вышивку, и вспомнила, что у меня дома где-то в очень далеком шкафу хранится фартук татарский с вышивкой, в котором моя прабабушка вот здесь, в Старослободе, выходила замуж. Я его вытащила, реставрировала и повесила. Теперь у меня на двери висит. И мне хочется изучать дальше это, пробовать. Потом я вспомнила, что мои родственники работали в Варске и делали щитекляр, хотя я это все знала, но я это все забыла. И вот благодаря таким вещам, мне кажется, вот эта стратегия использования этнической специфики в контексте миссии, она работает. Почему это важно? Почему многие из создателей вот этих брендов, допустим, Алсу Сибгатулина, я с ней переписывалась, она создает удивительные такие украшения, просто театрального размаха, изю и другие какие-то. Я там все названия гуглила. Я татарка, я их не знаю. То есть я пыталась это впитать и в то же время изучать. Почему это важно? Потому что сберечь свою татарскую культуру другими инструментами снизу. Эта активность снизу организована, не сверху. Это очень важно. Есть такое понятие, такая теория культурной тревожности, которая немножко объясняет эту ситуацию, что крафт предпринимательства – это как своеобразное желание сохранить этнокультурную специфику, этнокультурные корни какие-то, чтобы знать, кто мы, откуда мы и так далее. Собственно, театральные какие-то небольшие площадки в Казани и, собственно, этим и занимаются. Они реконструируют что-то и какие-то другие общественные организации. Использование этнического компонента также является таким ключевым моментом, который помогает справиться с тревогой молодых людей, что наш культурный код татарский куда-то уходит или он растворяется. Естественно, мне респонденты не говорили, я там тревожусь. То есть это попытка просто научного анализа. Почему это происходит, почему это становится видимым. А вот на этом все. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу на вопросы. Здравствуйте, меня зовут Гульнас. Я автор идеи, основатель, один из организаторов фестиваля Пчамбазара. Всех дизайнеров, про которых вы рассказывали, всех мы знаем лично. Многие из них выросли на наших глазах. То есть благодаря Пчамбазару появилось. Мы когда организовали первый раз, у нас было 12 дизайнеров. Сейчас у нас поступает 700 заявок. То есть прогресс за 10 лет. Я вот чуть-чуть не согласна. Хочу там немножко ремарку что ли сделать. Вот вы говорите Брэд Лазет. Кроме названия, ничего этнического нет. Но само использование латинских букв – это уже этническое. Я сейчас поясню, почему. Потому что на русском языке слово Лазет на татарском, сейчас скажу, кириллицей, пишется через две Э. Две татарские буквы. Если писать его на русском, получится или Лазет, или Лазет. То есть там никак не получится. А если мы используем латинские буквы, латинский алфавит, то мы уже ничего не искажаем. Оно и читается как Лазет. То есть это такая вот, знаете, как сказать… Ну, я не учёный, поэтому я не могу мысли формулировать. Это латинские буквы используются не случайно и не дань моде. Это именно для того, чтобы не коверкались, дают татарские слова. Потому что по-русски некоторые татарские слова корректно не получается написать. То есть в использовании латиницы, и плюс ещё учитывая, что сто лет назад татары писали на латинице, это уже и есть элемент национального, так скажем. А потом, когда вы сказали, Татьяну Черногозову в пример приводили, что татарские вещи делают не всегда татары. Это не в случае с Татьяной. И вот мы уже 10 лет организуем фестиваль. У нас нет ни одного человека другой национальности, которая делает татарские вещи. Все татары. У Татьяны мама татарка, она наполовину татарки, у неё в какой-то момент случился кризис идентичности. Она начала поиск. И поэтому она поняла, что татарского в ней или больше, или она просто хотела это развить, она обратилась к этой теме. Вот у меня такие две поправки, ремарки. Спасибо. Я просто добавлю насчёт лазета. Это я имела в виду, что какие-то практики косметики, например, татарские, они присутствуют. Например, девушка, она травы собирает. И это, как бы, может быть, действительно в народе есть. Но просто сама упаковка, сама подача, она более… То есть я к чему говорю, что локальность в глобальности. И это сейчас такой тренд в любом случае, что это очень важно как-то вписываться. Или, вот как мне, допустим, известный здесь танцовщик Нурбек сказал, что он тоже с помощью тела использует какой-то язык, чтобы говорить о татарской телесности. Но в какой-то надо фантик это завернуть, чтобы это было привлекательно, модно. И в то же время люди, если могут зацепиться, они дальше могут продолжать исследовать это дело. Спасибо за комментарий, потому что я не имела в виду про Татьяну, что она русская и занялась там какими-то… Я имела в виду, что локальная идентичность тоже может сыграть, что это может быть интересно, потому что у нас был информант, который делал мебель с элементами какой-то узнаваемости этнокультурного татарского. И он, в принципе, говорил, что он с удовольствием, может быть, реанимировал какие-то традиции с точки зрения создания мебели, именно татарские, и какие-то элементы включил. Но за пределами Татарстана это не очень востребовано. Это как с музыкой татарской, допустим. Не все выстреливают. Когда я изучал татарский рэп, например, мне один рэпер сказал, что сначала надо быть знаменитым за пределами Татарстана, выстрелить, и потом сюда вернуться, и ты будешь звездой. Спасибо большое за комментарии. Большое спасибо за комментарии. Есть еще вопросы какие-то, комментарии? Добрый вечер, меня зовут Аня. Я студентка Альбина Рейсовна. Я хотела вас спросить. Вы говорили, что проводили это исследование совместно с Санкт-Петербургской школой экономики. Что в Питере с посылом у таких ремесленников? Зачем они это делают? Вы можете здесь как-то ответить? Это какая-то городская идентичность, социокультурная и так далее? Я, к сожалению, больше вникала в нашу локальность. Но если в общем, когда я читала научный отчет, то это борьба за субъектность. Это желание быть самим собой, самостоятельным. Это как-то, чтобы... Ну это вообще язык молодежи, да? Ну просто дайте нам быть самим собой. Я сама ответственна за все и за свои ошибки. Или я там ответственна за свои ошибки и успехи в том числе. Это вот скорее всего желание завоевать субъектность, чтобы не было вот этого отношения к молодежи, в том числе молодым предпринимателям, как к людям, которым нужен какой-то покровитель, который будет помогать и так далее. В данном случае государство очень активно выступает покровителем часто, создаёт какие-то пространства. В Питере был такой момент, что специально всё создали, переформатировали какое-то городское пространство. Например, как в Питере этажи. Например, там был завод, там сделали пространство. И вот, пожалуйста, продавайте свои крафт-вещи и так далее. Но это превратилось в чистую коммерцию, в чистый бизнес. И не хотят они там быть. И в Казани, кстати, тоже может быть такой момент, потому что я была на конференции городской от Института развития города, и там как раз говорили о том, что про креативные индустрии. И что креативным индустриям не обязательно могут быть заброшены заводы, например, гаражи. И вот представитель этого института говорил, надо сделать всё, чтобы люди вышли из гаражей. Ну там про какого-то, она рассказывает человека, который что-то своими руками там делает, такой умный, столько университетов закончил. А вот он сидит у себя в гараже и что-то делает. Но он не хочет, может быть, выходить, пока не дорос до такого момента, что он готов быть публичным, ну таким суперпубличным. Наверняка у него есть какой-то свой круг и так далее. Я думаю, что в Питере есть тоже своя специфика, но у них нет вот этого этнического, этнической специфики, поэтому они, в принципе, захотели взять регион другой, более национальный. Ещё до этого они делали исследование между молодёжью, изучали в Казани, в Петербурге и в Ульяновске. И они вот поразились, их данные были количественные, что ценности молодёжи Казани, они намного ближе к Питерске, а не к Ульяновску, например. Ульяновск ближе к Махачкале оказался. Это удивительно просто, потому что такая была огромная выборка там и так далее, что по ценностям казанская молодёжь, по своим практикам каким-то и так далее, и так далее, как они отдыхают, как они видят свою жизнь, была близость с Санкт-Петербургом. И, может быть, поэтому выбрали вторую локацию, Казань. И это было дополнение как будто бы, но во время исследования оказалось, что это, грубо говоря, равные партнёры. То есть получилась локация даже намного... Ну я просто здесь патриот, то есть намного интереснее у нас получилось, я так хочу сказать. Так, спасибо большое. В случае с Казанью, да, основная цель крафт-предпринимателя это заявить о своей идентичности и сохранении татарской культуры. Потому что среди дизайнеров есть у нас вот Резида Аглиулова, Гульнара. Резида приехала в Казань из Тольятти. Гульнара из Башкортостана. Они сюда приезжают... Вот мы сидим вдвоём, мы тоже оба из Башкортостана. Приезжают сюда в поисках татарского. Ну это вот ещё было лет 10-15 назад. Ничего не находят и начинают создавать сами. Вот тоже причина. Да, я хотела сказать про Миру, например. Она тоже из Башкории, которая создала школу татарских ремесел. Это вообще какое-то пространство в какой-то гимназии, в историческом месте. Она собрала по крупице там всё, вот этот интерьер. И вот сидишь это вечерами, вышиваешь там или что-то делаешь. Там хочешь, не хочешь, выйдешь татаркой в квадрате после этого. Да, да, да. То есть вот я говорю же у меня, вот моя личная история, что я вот, например, достала этот фартук с вышивкой. Хотя он там уже 15 лет у меня где-то лежал в специальном пакете. Я знаю, что это какая-то реликвия, но он не на видном месте. Сейчас он у меня висит просто на самом видном месте. Я не знаю, как его куда-то вписать. Поэтому я его просто повесила на дверь. И все, кто заходит, в первую очередь видят вот этот фартук. И, может быть, если бы я не сходила к Мире, которая тоже из Башкирии, которая тоже искала свою идентичность. Она и в Москве работала дизайнером, помощником дизайнера. И она вот вернулась. И она вот как раз в интервью говорила о миссии. Это первая информантка, которая мне сказала о миссии. Что она не... То есть коммерческая цель, она второстепенна. Я бы даже не сказала бы совсем не главная. И, конечно, эти люди очень сильно меня вдохновляют. Потому что с каждым, даже в переписке, не у всех, кто представлен здесь был, я брала интервью на самом деле. Я просто, подготавливаясь к этой лекции, я решила посмотреть, что там. И так много нового появилось на самом деле. Так интересно. У всех все хочется потрогать, взять и так далее. Я хочу сказать, что это очень сильно... Ну вот не меньше, чем театр или хореография Нурбека действуют, например, на меня. Но мне кажется еще очень важно, что люди не татарской национальности начинают чувствовать вот эту локальность, специфику. И влюбляются. Понимаете, это тоже может быть вдохновением. И это, мне кажется, люди, которые этим занимаются, большие молодцы в плане того, что они делают то, что мы можем потерять на самом деле. Это очень важно. Спасибо большое. Есть еще какие-нибудь вопросы? Всем добрый вечер. У меня, наверное, сразу два вопроса. Задам сначала первый. Вот интересно. А вот наши предприниматели, каким образом они находили вот эти пути осовременения, если так можно сказать, своей продукции? Потому что, ну, мне кажется, эта история многим может быть знакома. Но до какого-то периода я лично считала все татарское таким не очень интересным, не очень, ну, прям, скажем, колхозным. А то, что делают, ну, извините за прямоту, то, что делает современный предприниматель действительно очень актуально, это хочется носить. И вот интересно, было ли, может быть, в исследовании какие-то инсайты с их стороны, как они находили вот эту связь с современностью, при этом с традиционностью, и создают действительно очень красивые вещи. Второй вопрос. Вот как по результатам исследования, может быть, удалось ли выяснить какую-то связь выявить между спросом аудитории, ну, вот покупательской, да, на такую, такого рода продукцию и желанием самих мейкеров, предпринимателей что-то делать. Или это такая вот, синхронизировались ли эти волны, или они максимально так в разное время появились. На самом деле, мне теперь родился третий вопрос. Интересно, вот, да, затягиваю немножечко эфир, как обстоят дела в других этнических регионах, например, в том же Башкортостане, очень красивая, интересная культура, не похожа на татарскую при этом. Интересно узнать, может быть, в рамках исследования тоже как-то, что там анализировалось, как там с этим дела обстоят. Да, я с последнего начну, здесь много говорили про Башкирию. С одной стороны, это очень другая культура, с другой стороны, очень нам родная. К сожалению, мы ничего не исследовали в Башкирии. Может быть, это будет очередная идея. Мы думали о Дагестане, потому что, вот, благодаря, кстати, Мире, которая сказала, что там есть какие-то крутые школы, ковроплетения или что-то такое там в Дербенте, что-то какой-то, проект, причем государство поддержало, там можно приехать бесплатно, там что-то учиться, если ты хочешь и так далее. То есть иногда это очень сильно вписывается в культуру города и так далее. Это, возможно, станет причиной заявки новой и так далее. Мы брали только две локации – Санкт-Петербург и город Казань. И мне, еще раз повторю, мы думали, Казань – это такое маленькое дополнение, будет к славному городу Санкт-Петербургу. Но, по моему мнению, мои коллеги из Питера очень согласны с этим, что эта изюминка стала главным, просто изюмом всего этого проекта. Насчет аудитории, то есть спроса, мне кажется, это именно связано, ну, это про молодежь. Молодежь всегда ищет аутентичный язык. И у нас, когда шло, у нас качественное интервью было, это как такая длительная беседа, и у нас выявлялись такие нарративы, когда люди говорили о том, что коммуникация с клиентами очень важна, оттуда приходят новые клиенты. И вот я же говорю, это же не просто вот я там умею делать, не знаю, там кожаную мозаику, выставила на фестивале песчин базары, например, и эта история должна быть. Вот если каждого там копнуть из этих уже десятки мастеров, то у них есть история своя, и они эту историю очень сильно распространяют и коммуницируют. Вот что-то покупаешь, если, то ты покупаешь целым рюкзаком какой-то истории, и молодежь это, ну, я сейчас говорю про аудиторию покупателей молодежную. Они готовы, им интересно, там, и так далее. Более взрослые, вот я, например, своим там для эксперимента родственникам рассказывала, они вообще, ну, как бы, не понимают, почему там в старину там, ну, вот я выкопывала из сундуков всякие щиты, кляр, мне потому что это интересно, я думаю, как бы, ну, конечно, их не сыть невозможно, потому что они разваливаются. Ну, думаю, может, есть люди, которые это могут среставрировать. То есть это путь индивидуальный, действительно, есть там миссия сохранить вот эту этноэтничность, свой, как вот одна девушка мне в интервью сказала, свой культурный код. Вот как-то это очень важно. Вот многие не могут прям словами объяснить, но судя по тому, что ты много читаешь интервью, ты потом это просто абстрагируешь. Например, у той же Татьяны, она же, когда я хотела у нее интервью взять, она была на стажировке в Италии, допустим. Она, ну, как бы имеет глобальные какие-то, мне кажется, связи, то есть с миром моды, таким современным, модным там и так далее. И она осовременивает, ну, это как пример, с точки зрения тех модных трендов, которые там куются в столице модов, например, в Милане, допустим, да, и какие-то вещи, элементы там она делает, и украшения, одежду, они вообще сильно вписываются. Но с точки зрения Академии я хочу сказать, да, что все, что связано с аутентичностью, этничностью, какой-то маленький специфик, это все очень любят во всем мире. И в музыке то же самое. И в музыке, вот когда я изучала татарский рэп, допустим, здесь кому-нибудь говоришь, там, татарский рэп, ну, где рэп и где татары, да, типа такого говори. А когда мы напечатали, там, опубликовали в журнале в очень крутом про татарский рэп, ни один редактор мне не сказал, что англоговорящий, что чё рэп татарский там. И это было очень круто, потому что это немножко другой дискурс научный, но это очень важно, что люди из мира науки, которые только социологией музыки занимаются, да, они узнали, что есть история, есть этифак, есть другие имена, которые до сих пор делают эту неформальную татарскую музыку разных стилей. И опять эти стили могут быть глобальными. Я вот использую такой термин «локальность в глобальности», да. И мне кажется, вот этот мультикультурализм, который, как бы, может быть, как ругательское слово сейчас звучит, потому что много его используют, да, мне кажется, в этом есть секрет, ну, какой-то успешности и продвижения собственного языка, своей культуры, потому что это очень вкусно, модно упаковывают в какие-то современные тренды. И я полностью согласна с комментарием про колхозность, да. То есть вот когда я в постсоветское время росла, то есть татарское, это всё было колхоз. То есть это был синоним. Аул, колхоз – это одно и то же было. И, собственно, я сама тоже говорила, ну, что за колхоз, ты что из аула приехала? Ну, вот так вот. И, понимаете, это у меня из языка ушло окончательно. То есть у меня сейчас язык не поворачивается это говорить не потому, что я хочу быть хорошей, а просто понимать, что это не соответствует действительности. И мне кажется, это очень-очень важный прогресс, что… И, собственно, вот это предпринимательство, оно тоже делает очень важную штуку в сохранении вот этой идентичности вот этого национального кода или культурного кода. Я хочу добавить. У нас первый «Печан Базар» прошёл в 2013 году, а в 2016 году мы организовали в первый раз его зимний вариант «Джиадитфест». И вот в этот промежуток времени, с 2013 по 2016 год, у нас это большая команда, у нас была Табрис Ярулин там, у нас был председатель Всемирного форума татарской молодёжи. Ну, у нас была большая команда, и у нас родился такой девиз. Мы, то есть, начали вот видеть, что в мире какие-то, в Европе происходят какие-то практики, и мы начали думать, почему бы не перенести эти практики на татарскую землю, то есть не делать эти вещи татарскими. И появился такой девиз. Делать современное татарским, а татарское современным. То есть это... И мы тогда взяли целью смотреть не на Москву, а напрямую из Европы, из других стран брать. То есть, да, то есть как бы не делать копипаст. И вот этот девиз, он был делать современное татарским, татарское современным, оно вот сдало всё вот это движение. Просто я почему-то так говорю, вот все дизайнеры, с которыми вы разговаривали, они все наши участники, а некоторые появились благодаря общам базара. Вот вы тоже... Вот здесь есть прекрасная девушка, да, вот у неё платочек татарскраф, это делает татарский шарф. Знаете, как появилась эта идея? Вот в Камаловском театре же идёт Зенгершаль, да? Ты смотришь и думаешь, я тоже хочу такой платок. Но ты выходишь и не можешь, его нигде нет. И тогда я начала разговаривать с дизайнерами. Кто-то может вообще такое сделать? И у меня были близкие друзья Мардизайн, Марданшины. Это первые люди, которые начали делать что-то такое татарское. Там свитшоты, открытки и прочее. И Айдар тогда посчитал, что вот если он сделает такой платок, в какую цену, себестоимости, готовы ли его покупать. Тогда не готовы были, это выходило очень дорого. Но придя на один из пещам наших фестивалей, Елена Габдрахманова, она просто поняла, что нет этого, платков нет. И бросила свою работу, она преподавала в КФО и быстренько организовала. И теперь можно в любой момент пойти и купить любой платок татарский, любой расцветки и любого. Да, то есть это оно вот так вот в процессе рождалось. Спасибо большое. Спасибо, что пришли такие ценные комментарии на будущие какие-то исследования, чтобы знать какие-то такие тренды. Еще есть какие-то, может быть, вопросы, комментарии. Если нет, то я хотела сказать еще раз всем спасибо, что пришли в этот теплый летний вечер и поддержали меня. И я надеюсь, вам было очень интересно. Или просто хотя бы интересно. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо.